Всем привет ребят! Добро пожаловать на Властелин колец с модом Инорад. Сегодня у нас реплей, в котором я сразу запалю походу его концовку, но меня заинтересовало. Называется он «Нужно ли фиксить ЖХ или же ЖХ имба?». В нем за Изенгард играет Фаби, ну и конечно же за ЖХ играет Бильбо. Старт в одну казарму, долина Мортонт, ну это идеальная карта для гнома, кстати. Это как более сочная версия бродов, потому что гному можно вообще пешком крепить здесь тролля очень быстро. Можно его забрать, ну и конечно же попытаться забрать еще и этого. А перед началом просмотра советую вам подписаться на канал Дэймона, который стримит BFME, в частности мод Reborn. Матчап не очень хороший для Фаби, но я до сих пор считаю, что гномы душат Изен, хотя я не играл этот матчап на переделанном Изене пока что, но тем не менее. Выход в копья, ну все по стандарту. Здесь мы видим выход в дикарей, окей. Это не то, что плохая страта, это может работать. Можно выйти в Вульфгара и обворовывать гнома, но чтобы реализовать эту страту нужно играть очень хорошо за Изенгард. Это все-таки риск, потому что дикари, ну может с копейщиками смогут нормально размениваться, но не с мечниками, не с лучниками и дефать ваших скаутов бомжекопьями от повозки будет сложновато. Но это все не важно, потому что у гнома быстрый доступ к таверне, то есть ранние дейлы, также скауты вряд ли смогут с ними совладать, потому что, ну, пока вы до 4 отрядов будете доходить, то норм. Но здесь будет больше, и будет ранний саппорт для них, скорее всего. Короче, Изену надо, ну-ка, погодите-ка. А, ну, вроде как Изен знает, что там гном. Надо хотя бы одну таверну забрать. Хотя бы. Хотя, по всей видимости, Бильбо не будет пытаться вторую забирать. Он идет пешком вместе с рабочим. Мечники также идут пешком. И отсюда строятся мечники Дейла. Он решил рашить. В это время Фаби построил 2 отряда бомжей. Ладно, не бомжей. А, дикарей. Мечников и копейщиков. И пошел в атаку. Здесь у него подстраиваются еще 2 отряда. Ну-ка, мотнем немного. Так. Ну, пока нет лучников, он себя нормально должен чувствовать. Он строит лесопилки. Сразу же хочет бустануть Эку. Он заметил, что ли, раба? Так, значит, варчант. И через хилку необычный выход. У... Что-то ради героя. У Бильбо необычный выход. Но это типа... Это вообще хреновая страда. И по сути, это работает только если вы в раннюю повозку играете, чтобы ее засейвить. И то, даже если вы выберете хилку, чтобы спасти повозку, это все равно будет считаться не очень-то хорошим разменом. Ну, окей. Минус шахта. Появились лучники Дейла. Здесь минус шахта. И здесь будут минус дикари, скорее всего. Если Фаби не успеет среагировать и увести их. Он все-таки решает идти в атаку. Смелое решение, но здесь есть подкрепчики. И... Ой, не-не-не. Минус дикари. Да. Ну, эти выжили, зато третий уровень неплохо. Здесь Бильбо решил зафармить пауков. Здесь строится цитадель. Которую он пока что не видит. На базе у Бильбо проблемы. Дикари рыщут. И можно сказать, что атака весьма удачная у Фаби. Потому что снес ключевуху. Может быть минус барак. Хотя я бы, наверное, на его месте все-таки по зданиям бы подушил дальше. Да, он медленно его сносит. Ну, такое себе. Не, ну, конечно, разменяться на барак можно. Он мог бы гридануть факелы. Это было бы выгодно. Но просто у Бильбо остается таверна. Ему не так уж много нужно пехоты для прикрытия. Ну, даже если будет кавалерия. Для прикрытия лучников. Поэтому потеря барака не такая уж и большая проблема. И в итоге Бильбо успешно отбивается. Теряет он еще одну шахту. А эту и эту теряет. Нормально так Фаби разменялся. Как же должен тащить Бильбо в этой ситуации? Он решил высадку сделать. Это, считай, минус первый тир. Это очень плохо. У лучников нет прикрытия. Они погибают от дикарей. Да, дикари сдохли. Но лучники все равно покоцаны. Он кидает хилку. Здесь бы желательно отступить. Потому что сейчас лучникам никто не мешает. К несчастью, Фаби не продумал тактику наперед. Надо было бы скаутов подстраивать. Он в метателей вышел. Никогда, ни в коем случае не пытайтесь контрить лучников. Любых лучников. Метателями из ингарда. Метатели, они не совсем стоят своих денег, скажем так. Потому что у них увеличенный урон по зданиям и воровство. То есть они окупаются именно этим. Считайте их как какую-то дешевую версию баллисты. Грубо говоря. Ну или осадных. То есть метателей нужно до мидгейма строить небольшими пачками. И держать их в основной вашей пачке. То есть когда вы размениваетесь с противником. Если вы выигрываете, он отступает. То вы метателями быстро можете снести ему здание. Кстати фейл сейчас увидит Бильбо конницу. Очень не повезло Фаби. Ну в общем к чему я веду. Сами по себе метатели это не острота. Метатели того же ангмара будут получше. Минус рабочий. Пипец. Минус лесопилка. Минус еще и логово варгов будет. Пытается он выйти в это. Но беда в том, что Бильбо следует просто поставить. Погодите, где выход? А здесь выход. Вот здесь поставить копейщиков. И даже если успеет выйти отряд, он вроде как успевает. Он все равно погибнет. Ну посмотрим сейчас. Нет, он не успеет. Ох, шесть. Помянем. И повозка еще и приехала. Боже мой. Метатели погибли. Один отряд от повозки. Второй от дейловцев. Додавливает еще. И остается один. Всего лишь вульфгар. Который толком ничего сделать здесь не сможет. Наконец-то Фаби начал играть в скаутов. Это первая ошибочка. Ну, скаут это не ошибка. Я имею ввиду, что он поздно в них вышел. Это ошибка. Повезло. Повозку Бильбо теряет. И сейчас более-менее Фаби может откайтить этих гномов. И отбиться. Десять очков у Бильбо. И девять очков у Фаби. При этом еще и на пять очков выигрывает. Ну, ладно. Будем считать, что хилка это была проблема. Призыв лучников Дейла. Нужно срочно отступать. Может быть минус вульфгар. У него уже открылось воровство. То есть его можно начинать окупать. Потому что сейчас он пока что не особо-то помог. Фаби не отводит своих скаутов. Это ошибка. Надо за крепость отвести. Он призывает дикарей. Опять-таки это тоже ошибка. Потому что среди войска Бильбо сейчас только один отряд может как-то здание дамажить. То есть не нужно было с ними сражаться. Просто отступи под крепу. И они сами отступят. И призыв Дейлов просто уйдет в КД. Ну, то есть надо будет просто подождать. Соответственно, этих ребят можно было бы закинуть куда-нибудь в тыл. А так и скаутов потерял. Ну да, отбил как бы атаку. Но насколько это хороший размен. Ну реально. Бильбо-то не может своими лучниками здание посносить. Продолжают строиться дикари. И я удивлен, что не меняет тактику Фаби. Барак надо бы поставить. Вульфгар восстановился. Его можно отправить сюда и своровать рубли. 400 вроде или 300. 400 рублей можно своровать. Нехило. Так очень много денег в кармане. У Фаби. Эти деньги бы желательно потратить на конницу. Либо героев. Потому что, ну, бараков-то у него все равно нет. Ну и, конечно же, скаутов строить. Кстати, он заказал. Да. Очень сильно фидит своими дикарями. Уже 7 очков, даже 8 накопил Гильбо. Снова та же проблема. Нужно отступить скаутами. Хотя здесь есть и не только призывные отряды. Хотя, может быть. Ладно, может быть нормально. Сейчас кто-то наверняка смотрит и такой. Фаткет, ты же говорил, что метатели говно. Они, смотри, как лучников убивают. Да, это так. Но когда будет толпа на толпу. Когда будет много лучников и много метателей. Метатели не вывезут. Потому что у лучников радиус стрельбы намного больше. И пока метатели будут подходить. Уже несколько залпов в них полетят. То есть, таким образом, их можно кайтить. Очень много раз я раньше играл в метателей. Против спама лучников. И ни разу это не заходило. Так, лужица мы видим. И подкрепа мы видим. Сейчас цитаделька упадет. Ставится барак. Довольно-таки рискованная цитадель. Учитывая, что он проигрывает. Но ладно. Не юзается, к сожалению, грабеж вульфгара. Это ошибка. Большая ошибка. Он не нужен как саппорт дикарей в этом матчапе. Потому что дикари в этом матчапе не тащат. В целом. Он нужен, чтобы воровать деньги. Быстро откатывается. А билка гном бы страдал. То есть, вульфгар бы давно себя окупил. Ну, хотя ладно. Вульфгар, в принципе, себя и так уже окупил. Опять-таки, за счет лидерки. И за счет того, что там призыв уже был. Он там понакоцал немного. Противника. Кстати, можно смести шахту. Не понимаю, зачем бильбою я закинул. У него нет высадки. Десант еще не обучился. И в итоге. Метатели просто наворовали денег. С нее. Выход в урок хай мечников. Очень хорошая идея. Вот это мне больше уже нравится. Так, ставится арбалетная вышка. Еще мечники строятся. Вовозка. А, я как раз хотел сказать, что бильбо повозку не использует. Он ее построил. Окей. Так, 15 очков. Скоро будут орлы. Мне кажется, что недостаточно сил у Фаби от контрить орлов. Пошел фокус повозки. Замечательно сейчас сыграл Фаби. Бильбо пожадничал. Но бильбо увидел, что там мало копейщиков. И такой думает, наверное, повозка сейчас затащит. Но, увы, нет. Очень много стрелков. Опять-таки, еще и... О, еще и стоп. А, да, все верно, да. Саппорт Лурца уже есть. Фаби сносит шахту. И Фаби сейчас должен снести раба с вышкой. В это время очень даже вкусный десант спустился с гор. Прям в наглую возле барака строится шахта. И есть орлы. Должен бильбо сейчас выигрывать. За счет фида предыдущего. Ну-ка. Тоже 15 очков есть. А, но он не в ту ветку. Блин, вот, конечно, он... Не, ну хотя он мог бы предвидеть. Он видел Дейлов. Может, в тот момент ему казалось, что дикари это хорошая идея. Просто если бы он играл в правую ветку, в варгов, то тогда он бы законтрил варгами орлов. Призывается третий тир. Попытка убить раба. Попытка убить рабочего... Ой, повозку удачная. Раб уходит. Арбалетчиком можно было бы его застрелить. Обзор есть. Бильбо отступает. Минус шахта. Это хороший размен для Бильбо. Поэтому он не отдавал орлов. Потому что третий тир сейчас был разменен на повозку. Даже раба... Ладно. Повозка раб это у нас 900 монет. Пускай там повозка была грейджанная. 1100. Здесь еще 300. 1400. Невыгодно. То есть все, что нужно сделать Бильбо, чтобы получить такой же размен. Закинуть... Закинуть на лурца орлов. И он уже получит столько же профита. И орлы у него останутся. И он еще что-то может убить. Конечно, нужно еще учитывать, что третий тир есть. И Фаби молодец, что не забил на него и отправил его в атаку. Может быть они смогут снести побольше всего и разменяться лучше. Кстати, у него призыв дикарей есть. Его обязательно нужно кидать сюда. Появилась повозка. Еще одна. Опять-таки повозка может умереть. Потому что Берс... Ну, если сюда приедет... Берсы очень много урона наносят, как капитаны. То есть можно прям к Берсам кидать дикарей. Пошла контратака. Очень много метателей. Призываются дейлы. И призываются дикари против дейлов. Забыл свой третий тир. Также атака пошла на фланг. Если Фаби сможет забрать вот это и вот это, то у Бильбо не будет его преимущества в дейлах. Ему придется сражаться. Ну, хотя... В принципе, арбалетчики железных холмов не такие уж и плохие. Но, признаться честно, я хоть и ненавижу гномов, но за железные холмы мне больше всего нравится играть, но арбалетчики у меня ни разу не заходили еще. Оба повозки. Неплохая плюха пошла. Также капитан копейщиков. Видимо, будет пытаться ее убивать. И да, все-таки это у него копье. Нормально. Третий тир остается. И выходит дайн-железностоп. Наездник на свинье. Он не заметил! Он мог бы его убить сейчас так легко. Так легко! И там же есть еще время. Еще достаточно. Ах, какая боль Фаби! Это же победа! Ничего нет у Бильбо. Убить героя и все. Он понял, но поздно. Или нет? Он убил его! Офигеть! Как должен гном выиграть? Я не понимаю. Я что, забайтился на реплей? Где просто Бильбо наврал с названием? Ну, то есть, сейчас... Смотрите. Четыре тысячи. Все, что нужно сделать Фаби, это грыдануть факелы. Дикарям здесь и здесь. Объединить армии. Все, он забрал. Он забрал таверну. Ничего нет больше у Бильбо. Один барак. Потеря героя. Ну-ка, есть деньги? Денег нет. Ничего нет. Орлы призываются. Погоди, а где орлы призываются-то? Черт возьми, я орлов просрал. Ой, ребят. Я... Я сочувствую вам и себе, потому что мне придется ваши комментарии читать. А че он... Че он пытался убивать орлами, я не понимаю. Вот же я аутист. Ну, не важно. Не важно. У Фаби достаточно денег. Просто факелы. Подойти снести барак и крепость. ИГГ. Огромная армия. Но я не верю, что выиграет гном. Должен быть просто гигантский затуп, чтобы это произошло. Как можно вот это вот отбить вот этим? Если бы у него еще был дайен. Но опять-таки там был качанный лурц. Кстати, может я его не вижу. Может его орлы как раз-таки убили. Да-да, его орлы убивали. Но у Фаби куча ресурсов. Вышка строится. Арбалетчики. О, он даже сделал факелы. Да боже мой, красавчик. Мотаем. Если дайен каким-то чудом докачается до 4-го тира. Но он не докачается. Вот скотина забайтил. Просто в наглую забайтил. Но я вас тоже забайчу этим названием. Что бы ни мне одному было грустно. Это победа. Бильбо подонок. Бильбо подонок! Все, он потерпел поражение. Ну, в общем, ставьте дизлайки. Всем спасибо за внимание. Огромное спасибо всем, кто стал спонсорами моего канала. В описании видоса вы найдете кучу полезной информации. В том числе, как скачать эту игру. Гномы говно.